Высокий профессионализм, порядочность, пунктуальность и ответственность – отличительные черты секретаря избиркома республики Мадина Парижевой. В студенческие годы она мечтала стать следователем и даже поступила на юрфак, а затем работала в прокуратуре Сунжинского района. Однако судьба привела ее в избирательную комиссию еще в 99-м году и, как оказалось, не зря. Планы поменять работу у меня не было, потому что, не знаю, мне кажется, я нашла свое место, мне легко работать, может быть, потому что я уже давно работаю и уже знаю свою работу. Немного, немало уже 18 лет она трудится здесь, порой даже жертвуя своей личной жизнью. Мадина – пятеро детей и в период выборов дети сутками не видят свою мать. Работает секретарь прежде всего для народа, отдавая этому делу всю себя. Бывают моменты, когда нужно привлечь для помощи родственников, потому что бывают периоды, когда мы допоздна здесь задерживаемся, бывает время, когда мы и ночуем здесь. Это в период избирательной кампании. Так, не могу сказать, что сложно, потому что подмога родственников – это многое значит. За время работы секретарь избиркома участвовала в подготовке и проведении 10 федеральных и 6 региональных избирательных кампаний, а также 125 муниципальных выборов. При ее непосредственном участии подготовлены проекты многих законов Ингушетии. Среди своих коллег она пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Один из ведущих работников нашей избирательной комиссии, на ней стоит вопрос организации работы всего аппарата работников избирательной комиссии, проведение, составление протоколов заседания избирательной комиссии. Так что, конечно, очень большой объем работ и она с этим объемом успешно справляется на сегодняшний день. Человек с большой буквы, могу с уверенностью сказать, поскольку он независим от того, от какой политической партии ты сегодня выступаешь или представляешь. Она шла на встречу, помогала, подсказывала определенные вещи. Тот опыт, который у меня сегодня имеется в багаже, он однозначно связан и реализован с помощью МАДИНа. Глава государства наградил МАДИНу почетной грамотой за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Такая высокая оценка труда для нее многое значит. Заверяет, что продолжит свою деятельность на благо республики и страны. В первую очередь хотела бы поблагодарить, выразить слова благодарности и признательность руководства республики за то, что они представили меня, оценили мою работу и поддержали мою кондитуру с столь высокой наградой, как почетная грамота президента Российской Федерации. Я была очень рада, когда узнала. Такая награда свидетельствует об успехах МАДИНа в своей работе, который замечает и на федеральном уровне. Лейла Гайсанова, Адам Далаков, Новости 24.